Всем привет, с вами Оля. Мне пришел донатик. К сожалению, я не знаю, как правильно читать твой ник, поэтому я не рискну этого делать, прости, пожалуйста. В общем, от человечка, вот от этого человечка пришел мне донатик. Давайте прочитаем. Очень нравятся твои реакции. И так как последняя была на Vagaki Band, то хотелось бы еще видеть твои реакции на другие клипы. Опять трудное название. Yoshivara Laman, возможно, так. И Collapse Emily, Bring Me To Life. Спасибо. Тебе большое спасибо за донатик. Мне очень приятно, что тебе нравятся мои реакции. Да, Vagaki Band, судя по просмотрам, нравится вам эта группа. И мне, в принципе, она тоже зашла своим необычным концептом, необычностью сочетания инструментов, традиционных японских инструментов, с грубыми инструментами рок-музыки. Необычное сочетание, согласитесь. Это вторая реакция на канале. Если вы не видели первую, ссылочка будет в подсказочке. Можете посмотреть. Мои первые знакомства. И да, два трека у нас сегодня. Двойная реакция. Первая песня, которую мы с вами посмотрим, называется Yoshivara Lament. Как-то так я читаю своим русским акцентом. Живое выступление в Токийском национальном музее. Двухлетней давности. У меня не было ссылочка, поэтому я нажала то, что вылезло мне в поисковике первым. Яндекс-переводчик говорит нам о том, что переводится это как Плач. Ясивары. Я не особо ему верю, как бы, но как есть, так есть. Пусть останется Плач и Сивары. И второй трек. Это коллаборация с Эмили, которую я знать не знаю, к сожалению, но сегодня я познакомлюсь. Трек Bring Me To Life. Здесь уже все попроще с переводом. Верни меня к жизни. Были бы все названия на английском, чтобы было бы попроще. Жизнь вообще не простая штука. Ладно, поехали. Плач Ясивары. Что это? Ладно, поехали. Ох ты. Насколько же нетипично это звучит. И я, кстати, так и не в курсе, как называется эта гитарка. Что за инструмент? Вот она, вокалистка. В тот раз она была с веером, здесь с зонтиком. С японским. Так, здесь я уже больше слышу его голос. Мужчина, который подпевает. Такая веселенькая, по массивам песня. Не знаю, как по переводу. Так, стоп. Это парень, подпеваешь, да? Просто у него макияж и проческа, как у девушек. Не забей. Да, это парень. Глаз. Глаз. Мне трек нравится, и это звучание инструментов. Так приятно слушать. А, здесь у него тоже веер есть, только акчёр. Как красиво. Красивое место для концерта. Музей. Кстати, если вы знаете, напишите, пожалуйста, эта группа популярна в Японии. Мне кажется, да. Столько людей приходит. Что в прошлое, а что здесь. Ну, в плане очень популярна в Японии. О ней прям каждый знает. Или нет. Мне почему-то кажется, что все они наслышаны, как минимум. Вот это звучание мне больше всего нравится. Блин, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, как называется этот инструмент. Классно звучит, простая. Вот так вот. Первый трек подошёл к концу. Мне очень понравилась песня. Она такая, знаете, прям позитивненькая. Хоть и от её пения не хочется взять и прыгать под эту музыку, но сама музыка располагает приподнятому такому настроению. И хочется реально вот так вот двигаться, шевелиться. Не знаю, поднимать настроение, само звучание. Хотя её вокал, он такой более стильный, такой хочется слушать. Такой, да, очень круто поёт. Ладно, не будем углубляться в саму песню. Мне понравилась песня, прикольная. Хочу её ещё раз послушать. Но давайте посмотрим коллаборацию с некой Эми Ли. Выступление вышло год назад. Сама песня, я не знаю, куда вышла. Поехали. Кстати, такая атмосфера уже таинственная. Кстати, Люзи... Ой, как это называется, господи? Ух ты. Блин, сбилась. В смысле? Ага, это иностранка, да? Эмили. Люди тоже... Блин, не могу смысле сбиваюсь всё время. В этих костюмах национальных, японских. А здесь прям какой-то целый оркестр собрался, да? С дирижёром, так всё. У этой Эмилии очень красивый, сильный голос. Песня на английском. Прикольно. Тут прям чётко слышится гитара. Была до этого. Очень много задействовано людей в песне. Неплохо. Я не знаю, такие смешанные чувства. Потому что оркестр, рок, ещё традиционные инструменты, вокал, столько всего намешали в этой песне. В хорошем смысле. Песня, кажется, такой масштабной. Создаётся впечатление сразу. Потому что люди очень много задействованы. Как будто это гимн какой-то. Ну, масштабная песня. Ну, а обе девушек очень крутые вокалы. Бокалы. 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 Она тоже в этом костюме национальном. Они живую же, да, поют? Офигенно. Ну, алис, знаете, это так легко, она расслабольно поёт. Смеются там ещё успевают. А может, её зовут Эмили? Просто записали как Эмили. Эми-ли. Раздельно. А может, её зовут Эмили? Или чё? Хотя вроде Эмили не так пишется. Ну, ладно. Я пока не знаю, кто это. Может, она метистка? Как-то связана с Японией? Или она просто приехала из Америки откуда-нибудь? Ну, похоже на американку. Ну, этот трек мне очень понравился. Песня звучит очень масштабно. Знаете, как будто это реально какой-то гимн. Очень много людей задействовано было. Невероятно огромное сочетание всего, что можно только придумать. Это и рок-музыка, рок-инструменты, да? И японские национальные инструменты, каких там только не было. И оркестр, то есть там даже дирижёр был. Там не всё так просто. Очень крутая песня. И они исполняли это с такой лёгкостью обе девушки. Они успевали смеяться друг другу, улыбаться. Как-то двигались эмоциями, показывали, насколько им легко это и насколько это им нравится. Не было такой, знаете, серьёзности. Очень приятные впечатления от трека, от девушек, от обеих. Мне понравилась эта коллаборация. Звучала очень мощно. Ну и сам трек звучит так, как будто он из какого-нибудь фильма. Ну, в общем, такой, знаете, который знают все. Не знаю, в общем-то, такие ощущения. И вообще, это их песня или, возможно, это кавер на какой-нибудь старый-старый трек, который все знают. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает. В общем, я буду заканчивать это видео. Если оно тебе понравилось, не забывай оценить его пальчиком вверх, подписаться на мой канал. Большое тебе спасибо за донатик. Мне очень понравились оба трека. Второй мне запал больше, конечно, в душу. Хотя первый тоже очень крутой. Я послушаю их еще несколько раз оба. И выделю, наверное, для себя какой-нибудь. Хотя, мне кажется, второй мне больше понравился. И по атмосфере, и по звучанию. Не в обиду первому. Первый мне тоже понравился. Но вот если выбирать, то второй мне понравился больше. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Информацию, если вы какой-нибудь владеете. Ну, а с вами была я, Оля. Всех вас безумно люблю. Целую, обнимаю. Сердечко, как всегда, для вас. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok